Ежегодный арт-проект «Творческий бульвар» стала своеобразной визитной карточкой главного праздника города. Самые интересные площадки посетила Юлия Поженина. Уличные музыканты, балаганщики, цирковые артисты издревле радовали людей, поднимали настроение, восхищали своим творчеством. Прошло уже не одно тысячелетие, изменились формы и жанры. Но представления под открытым небом до сих пор восхищают людей во всех уголках земного шара. Именно поэтому самой популярной площадкой празднования Дня города Чебоксары стал «Творческий бульвар». Большой уличный театр со сценой протяженностью более трех километров. 75 творческих площадок и более 500 артистов – так выглядел «Творческий бульвар» в этом году. С перекрестка улицы Гагарина и проспекта Ленина и до Красной площади горожан ждал город прошлого, настоящего и будущего. Здесь можно было встретить Екатерину Великую, прогуляться с Пушкиным, увидеть мир глазами космонавта Николаева. О самых любознательных ждал фестиваль книги «Волжские чтения-2016». Организаторы постарались сделать их максимально интерактивными. Смастерить роботы, поиграть в любимые настольные игры или поработать на гончарном круге у чебоксарцев был большой выбор. Творческий бульвар с каждым годом все лучше и лучше, все интереснее и интереснее и поражает всех наличием талантов на этой площадке. Но нас сейчас очень поразили в этом году украшения, арки из цветов сделанные, где гостиница «Чувашия». Поразили выступления фокусников, национальные костюмы, которые в таком традиционном чувашском колорите представлены. Ну и, конечно же, большое количество людей. Именно в этот день, день рождения города Чебоксары, воплощаются самые смелые творческие идеи и проекты. Рождаются новые таланты. Музыканты, циркачи, сказочные герои. Каких только артистов не было на творческом бульваре. Даже всем известная злодейка Малефисента и сказка «Спящая красавица» на один день сменила гнев на милость, слово на добро. Я сегодня добрая, пришла опознать всех жителей Чуваши, с этим замечательным днем, всех Чебоксарцев, с днем горда Чебоксары. Творческий бульвар – это изуминка праздника. Здесь каждый найдет развлечение по душе. Вот этот цветочный, прям очень здорово сделали. И самое вот это впечатлило больше всех, наверное, меня. Вот эта цветочная арка, вообще здорово было. Я здесь видела много конкурсов, здесь очень красиво. Площадь республики преобразилась в город молодых. Здесь каждый мог присоединиться к акции «547 причин, почему я люблю Чебоксары» и признаться городу в своих чувствах. А также от души посмеяться над шутками команд КВН Чуваши. Один о вас может подумать, что вы остановились в развитии. Кстати, я там был. Прикольное место. Ой, а скажите, Дмитрий, у вас уже было? Конечно, было. А что было, Дмитрий? Ветрянка. У любителей активного отдыха была возможность окунуться в спорт и поиграть в настольный теннис, мини-гольф и баскетбол с командой «Чебоксарские ястребы». Это очень здорово. И то, что люди могут себя показать и проявить на таких площадках. Любой может выступить. Дай бог нашим организаторам, чтобы у них это происходило все лучше и лучше с каждым разом. В этом году проект только подтвердил, что у креативных людей в Чебоксарах становится больше. В следующий день города мир фантазии и карнавала станет ярче и разнообразнее. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика.